Добрый день! Меня зовут Татьяна Данилова, и я являюсь участником чемпионата мира по бизнесу. Сегодня у нас очень хорошее задание – взять интервью у успешного, у самого счастливого человека. И я вам хочу представить свою прекрасно знакомую Ларису Иванову. Она является основателем успеха. Мы сейчас находимся на берегу реки Дон. Здесь очень прекрасная погода. Это вот длинный грузовой пароход. Которая закрывает весь наш красивый пейзаж. Мы сейчас поговорим о теме, которая действительно интересна для многих людей. Что такое успех? Как он в жизни приходит? И как человек, достигая успеха, действительно находится в состоянии счастья? Лариса, в моем понимании, именно такой человек. Я ее знаю довольно давно и прослеживаю путь ее движения по этой жизни. Но мне хотелось бы, чтобы она о себе рассказала. Самые, может быть, необыкновенные моменты жизни. Как это все начиналось. И вообще, можно даже с деятельностью, которая привела именно к этому успеху. Лариса, я тебе даю слово. Спасибо, Тань. Так приятно, основатель успеха. Ну, наверное, основатель успеха в своей жизни. Потому что, действительно, какой человек успешный? Ну, не каждый человек может назвать себя успешным, независимо от наличия у него, допустим, какого-то финансового благополучия и так далее, и так далее. Вот счастье, это, наверное, когда у тебя во всех сферах жизни такая относительная гармония, когда ты радуешься жизни, когда тебе классно, когда ты живешь кайфово. Вот это, наверное, счастье, и это, наверное, успех. Когда мы живы, когда мы здоровы, когда мы радуемся жизни, когда у нас все классно, когда мы смотрим на своих детей, которые подрастают, которые тоже нас радуют, когда мы путешествуем, когда мы можем себе позволить выполнить какие-то свои такие самые заветные класснючие мечты. Вот, наверное, успех, для меня это так. Поэтому, как получилось, что стала успешной, не знаю. Хотела работать вначале с детьми, работала в детском доме, зарабатывала мало, сил, нервов тратила много, но очень любила эту работу. И хотя эмоционально надрывалась, и финансово это не давало того, что нужно было. Но, тем не менее, было своё счастье, мне было интересно, это был определённый этап. Ну, так как, в общем-то, прожила в своей жизни в разных условиях, и я знаю, что такое, друзья, жить, когда удобство на улице, когда ты не можешь даже пригласить своих друзей к себе на день рождения, ну, потому что это не то, потому что это дискомфорт. Когда ты мечтаешь жить в нормальных, хороших условиях, тогда есть чему стремиться. Знаете, я верю, что Всевышний, Он всегда даёт, отвечает, даёт тебе какие-то сигналы, какие-то знаки. Не бывает, вот как на шахматной доске, да, столько ходов, не считано количества. Так и в нашем вот пространстве жизненном тоже очень много вариантов ходов. Нужно находить открытые двери, видеть открытые форточки, пробовать, не находить себе оправдания. Оправдания хорошими не бывают. И когда некоторые говорят, да, у меня нет денег, я это не умею, я так не привык, ну, и так далее, и так далее, это всё оправдания. Если хочешь, чтобы ты чего-то достигал, чтобы ты, например, путешествовал, я мечтала много путешествовать, да, чтобы ты мог отдыхать, не ходить на работу с утра до вечера, чтобы прийти домой только переночевать, там постираться, искупаться и опять бежать. Вот если ты хочешь иметь какую-то относительную свободу и жить так, как ты хочешь, ты сам себе можешь построить вот своё пространство, раздвинуть какие-то рамки и жить так, как ты хочешь. Вот я в этом уверена. Быть открытым, быть лёгким, быть свободным, быть позитивным. Позитив — это вопрос решения, потому что эмоциональным людям трудно быть позитивными, мы можем туда и туда, да, но это просто вопрос решения. Быть оптимистом, принимать неудачи как опыт жизненный, чтобы всё у тебя было классно. Вот прими такое решение. Верь, что есть Всевышний. Меня очень много окружает верующих людей, я этому очень рада. Я знаю, что Бог помогает, и все ручки, которые стекаются, все ручки радости, счастья — это тоже свыше от Бога. Но надо действовать, потому что когда-то я написала, например, вот у меня такой был период жизни, когда я думала, ну чем же мне теперь заниматься, потому что предыдущий вид деятельности дал просадку, я не видела там перспективы. И надо действовать. Вот знаете, самое лучшее лекарство от депрессии, от всего этого — это просто начать действовать. И я взяла лист бумаги и стала писать всё, что я хочу, каким будет следующий мой год. Это был декабрь месяц как раз перед началом Нового года. Я написала в одной сфере жизни, что я много путешествую. И потом, спустя буквально там пару недель ко мне пришёл человек и предложил мне бизнес, связанный с путешествиями. Да, туда нужны были вложения и были сомнения. И были, конечно, умные люди, которые действительно умные, которые всегда отговаривают. Я уже на предыдущем видео сказала, что у вас будут умные люди, которые вас будут отговаривать от вашей мечты, и будут умные люди, которые будут в вас верить и верить в вашу мечту. Поэтому из двух умных выбирайте тех умных, которые будут верить в ваши мечты. И я тогда подумала, Лариса, ты это написала? И глупо, да, глупо теперь отказываться и не брать это. И ещё раз скажу, что самый большой риск — это не рисковать вообще. То есть я пошла по этому пути. Ну и в результате скажу так, что я уже больше трёх лет путешествую. Путешествую уже практически каждый месяц. Самый большой мой период путешествия — это был три с лишним месяца. Это были Таиланд, Малайзия, Сингапур, Бали. На Бали Новый год отмечала. Веду об этом видеоблог сегодня на канале. Сегодня очень много различных видео о путешествиях, путешествиях по Европе. Сейчас пришли новые возможности, потому что сейчас самый такой ценный ресурс — это ресурс времени, финансовых стратегий. Сегодня некогда раскачиваться. Сегодня нужно либо живи, расслабься, как мы сейчас, получай удовольствие, либо если ты делаешь дело, иди вперёд. Можно даже делать одновременно несколько дел. Сегодня глупо, опасно пользоваться одним источником дохода. Поэтому нужно образовывать несколько финансовых потоков, общаться опять-таки с умными людьми, расти, развиваться, не бояться изучать что-то новое. Потому что сегодня у меня тоже взрыв мозга, потому что неделю очень было активно. Для меня это прессинг, я гуманитар в чистом виде, а тут математика, техника, всё это. Но изучаю. И знаете, что радует, что ещё даже то, что не поняла, а результат уже есть, и финансовый потихоньку поймут. Некоторые начинают там что-то копаться, изучать. Но, друзья, пока мы копаемся порой в корнях, мы можем упустить, кто-то другой срывает плоды. Поэтому делайте всё сразу. Вот ресурс времени, он очень важный. Ну, наверное, по этому вопросу кратко так. Да, Лариса, я знаю, что у тебя есть дети и даже есть внуки, несмотря на то, что ты такая молодая, обаятельная, красивая девушка. Ну, это такой небольшой комплимент. Я хотела бы уточнить, вот как вообще родные и близкие относятся к твоему роду деятельности? Ведь ты часто не бываешь дома, ты путешествуешь, ты сама путешествуешь, или принимают участие твои родные и близкие. У меня сын и две внучки. Две внучки Каролина и Доминика. Сейчас им исполнилось 5 лет. Когда я начала путешествовать, я путешествовала сама. Детки были маленькие. Ну, сказать, чтобы меня сильно поддерживали сын с невесткой, ну, не мешают, тоже им спасибо. Нормально, скажем, благосклонно относятся. И в мае месяце я впервые поехала со своими внучками. Мы отдыхали в отеле «Богатырь». Класс, это такой отель в Адлере. Выход такой в Сочи парк. Я полностью делила от А до Я, вот с утра до вечера, я полностью себя посвятила детям. Это было классно, потому что у нас весь, просто все было расписано по часам. То есть мы посетили все, что можно было посетить. Мы в Сочи парке были дважды. Мы там на всем перекатались, были, смотрели сад «Бабочки», дельфинарии посетили. Многое-многое. Конечно, такие незабываемые дни. Всем рекомендую отель, особенно у кого семейный отдых с малышами, всем рекомендую отель «Богатырь». Это классно, это действительно замок. Мои внучки чувствовали себя принцессами. Я сама отлично отдохнула. Поэтому супер просто. Конечно, семье нужно уделять внимание, и нужно отдыхать все вместе. Да, вот я вижу, что, Лариса, ты лидер вообще в душе. Ты можешь создавать команды. И прошла немало сетевой кампании. Но почему именно в сетевых кампаниях приходилось приходить от одной кампании в другую? И как часто это вообще происходило? Не меняла часто кампании. Старалась заниматься чем-то одним. Вот фокусировалась, занималась серьезно. Но приходилось менять, когда видела, что уже не те перспективы, когда что-то уже не устраивало, либо в финансах, либо в чем-то еще. Сейчас, друзья, пришла к тому, что вот сейчас другое время. И если мы раньше когда-то говорили, одевали шоуру себе, своим партнерам мы говорили, что на двух стульях не сидишь, и я сама это говорила, как попугай, вот каюсь. А может быть сейчас просто время другое. Потому что на самом деле сегодня сидеть на одном пеньке, это глупо и опасно. Время меняется. Политика, экономика, многочисленные факторы способствуют тому, что если ты сегодня умеешь один источник дохода, ты очень рискуешь. Это глупо, это рискованно. Поэтому, знаете, чему учит Роберт Киосаки? Он говорит, что организуйте себе несколько финансовых потоков. Да, какому-то виду деятельности вы можете уделять больше внимания. Но очень важно, чтобы у вас были еще какие-то запасные варианты. Потому что все это вместе, когда у вас несколько финансовых потоков, то это и есть ваша подушка безопасности. И тогда вы можете выбирать. И вообще будьте свободными. Мы не выходили замуж ни за одну компанию. Мы не венчались ни с одной компанией. Мы не должны быть какими-то фанатами. Мы должны быть фанатами своей семьи, делать все для своей жизни, для своего счастья, для своих детей. И если цели компании совпадают с моими целями, я буду дружить с этой компанией, я буду сотрудничать и буду приглашать людей. Но если что-то идет вдруг в розы, и я увидела что-то лучше, то я пойду туда и поведу туда за собой людей. И для меня сегодня важно именно, чтобы я имела свободу и свободу времени, и свободу финансовую, чтобы мне было интересно заниматься тем, чем я занимаюсь. Потому что люди идут тогда, когда я сама горю. И если мне что-то не нравится, я сама туда не пойду. Если я пошла, значит, это классно. Я сама себе не враг. И тогда я смело могу приглашать людей. Очень важно, конечно, чтобы люди тоже были успешны, чтобы люди зарабатывали деньги. И, наверное, это самое большое счастье, когда ты в команде с людьми, с единомышленниками, когда вы все можете радоваться успеху друг друга, можете путешествовать, расти, развиваться, обучаться на семинарах, общаться с успешными людьми. Ну, это просто супер. Поэтому я вообще рада, что я на этом пути. Я не представляю, если бы я не столкнулась с сетевым маркетингом, ну, какой бы я была. Поэтому мне сетевый маркетинг очень много дал для моего роста, для моего развития и для того, чтобы я сегодня вот так жила, как я живу. Я достаточно свободна, я много путешествую, я счастлива, я благодарю Бога. Ну, еще очень много планов, конечно. Ну, напряг только. Хорошо. Вот мне еще интересен такой вопрос. Так как ты была в одной компании, да, когда ты уходила из этого компании, как люди, они шли за тобой или все-таки они оставались в своей компании, а ты шла дальше? Это были новые люди, которые ты организовывала потом в своей команде? Знаете, вначале была такая глупость с моей стороны. То есть, когда я уходила из компании, я такая вот порядочная, никому ничего не сказала. Я ушла в другую компанию, а всем пожелала счастья, сказала, что у меня есть на это там свои личные причины. мне сделали очень хорошие проводы в компании, да, было застолье и так далее. Вот. Я пожелала всем успеха, назначила вместо себя человека, который будет помогать. Даже пришла еще пару раз, там, поприсутствовала на общих встречах, там, что-то помогла. Вот. И ушла в другую компанию. А потом, знаете, прошло время, и я увидела, что эти люди в ноги разошлись, и кто-то попал в такую же компанию, как я, только параллельную мне ветку, кто-то ушел в другие компании. И вот те, которые меня увидели в моей же компании, сказали, Лариса, почему ты промолчала, почему ты нам не сказала, вот мы бы лучше бы с тобой ушли. То есть, у кого-то даже было так, немножечко, такое, как разочарование или обида. А я ушла, знаете, у меня всегда со всеми руководством в тех компаниях всегда были хорошие отношения. Мне казалось, что если я буду звать людей, вроде как, это не совсем будет красиво по отношению к ним. Ну, сегодня я понимаю, что уж те люди, которых я точно пригласила, надо им давать право выбора. Поэтому пусть кто хочет, остается, кто хочет, пойдет за тобой. Не важно. Главное, принимать людей, какими они есть, давать каждому свободу выбора. И людей очень много. У меня никогда не стоит вопрос бороться, сражаться за кого-то. Да, ты даешь информацию, да, нет. Следующее. Почему? Потому что каждый выбирает, что ему лучше. Каждый, как он считает, как он уверен, так он и прав. И он это получает по своей вере. И в-третьих, потому что зачем кого-то уговаривать или с кем-то спорить, ты же теряешь силу, время, энергию, а за это время ты можешь пригласить кого-то другого. А ты вот за этим спором потеряешь время, силу, другого не заметишь. А людей это очень много вокруг. И у меня не стоит вопрос никогда, где брать людей. Вот никогда не стоит вопрос. У меня стоит вопрос, как успевать им уделять внимание, как успевать их регистрировать. Вот я сейчас даже с вами сижу, разговариваю, и вы видели, да, один звонок, два, второй, я уже отключила телефон, потому что приходится даже говорить, ну, некогда, извините, сегодня не могу, люди с деньгами к тебе приходят, можно зарегистрироваться? А я говорю, ну, нет, не могу, извините, некогда, может быть, вот завтра там или созвонимся. Да, это классно, когда вот так вот. Это очень классно. Когда люди идут сами. Да, да. Людей много. Когда они введут тебя. Да, надо быть легкими, надо легко знакомиться, потому что вот такси проехало, уже знакомо. Вот сейчас официант подошел, да, такой симпатичный, как ему не сделать было комплимент. Ну, везде люди, везде все легко, где-то ты едешь в позе, где-то ты в гостях, где-то ты на природе общаешься, знакомишься. И когда ты легкий, когда ты все в простоте, в дружелюбии, в позитиве, люди, они сами тянутся, они хотят с тобой дружить, общаться, входим друг к другу в гости, все о друг друге все равно рассказывают. И поэтому тебя тоже расспрашивают, ты делишься, хотят они, не хотят. Опять-таки, не захотят, мы друзья. Захотят, мы в одной команде, буду рады. Приглашаю, кстати. приезжайте к нам в Ростов, воспользуйтесь моментом. Да, не обязательно даже, хотя вот сейчас приезжали люди у нас, не только с области, вот с Питера у нас приехал человек, мы сейчас бухгалтером в нашем проекте поставили. Да, поэтому сегодня есть интернет, сегодня есть скайп, сегодня есть телеграм, сегодня есть много чего, поэтому можно общаться. и у меня сегодня партнеры, которые являются не только с Ростова, а с разных городов. Поэтому нет проблем. Да, это очень хорошо, потому что сейчас интернет-технологии действительно дают большие плюсы, и развивать можно свой бизнес и через интернет. Какими именно ресурсами, инструментами, в этом пользуешься? Пробовала заниматься инфобизнесом, когда-то начинала, изучала. Ну, для моего гуманитарного образования, технические какие-то моменты оказались сложноватыми. Я ездила, помню, к Алексу Авенго, была на его живых семинарах, подружились мы, все классно. Тоже приобрела, кстати, новых друзей там тогда. Я еще тогда не поняла, я думала, это для инфобизнеса я туда поехала. На самом деле, ничего случайного не бывает, потому что Алекс Авенго, он первый провозгласил, отдыхая, зарабатываем, путешествия, зарабатываем. Я пришла к этому только другим путем, мне, близким. Все, что было, вот все знания интернета, они мне позволили сегодня легко общаться, иметь свой видеоблог на канале YouTube. Вот если наберете Иванова Лариса, несмотря на популярность фамилии, то сразу меня легко найти. И там у меня в плейлистах страны, ну что я успела закачать, еще много в архиве, да, страны, в которых я путешествую. Там везде я пишу обычно свои телефоны, свой скайп. И, знаете, люди звонят, люди знакомятся, и прибавляются тоже какие-то путешественники в нашу команду, или вот сейчас новые знакомые, ну, каждый со своим, конечно, со своим интересом, но мы знакомимся тоже таким образом. Естественно, что Facebook, естественно, что какие-то другие социальные сети, теперь Instagram понемногу, ну, насколько успеваю. Да, ну, хочу сказать, что те люди, которые не умеют приглашать, они больше уделяют внимание работе через интернет. Может быть, тем людям, если вам трудно знакомиться, если вам трудно общаться с людьми, ну, вы можете общаться через интернет, знакомиться через интернет, но это будет более долгий, будьте к этому готовы. Я всегда считаю, что нужно уделять внимание всему многогранно. И если у тебя на расстоянии протянутой руки сидит человек, который вот мне сейчас уже сказал, а когда можно прийти, узнать об этом подольше, поближе, да? Ну, что ж, я буду там круги широкие, когда вот сегодня, сейчас вокруг нас люди, мы можем поделиться. А интернет — это дополнительно, и вы всегда можете перенаправить человека в интернет, чтобы он узнал о вас побольше. Потому что если вы путешествуете, если вы ведёте какой-то интересный, неординарный образ жизни, да, то вы ярко лично с вами интересуются, вы можете всегда о себе рассказать через социальные сети, через канал YouTube, через Instagram. Вот для меня это тоже дополнительный ресурс, и есть некоторые партнёры, которые тоже появились через интернет. Здорово. Ну, хорошо. Вот на сегодняшний день мы получили достаточно много информации, и я думаю, вы прочувствовали, насколько это всё действительно живое, интересное, уникальное, и это всё есть у нашей Ларисы. Лариса. Есть, да. Слава Богу. Друзья, я хочу на этом закончить наше видео. Я думаю, оно вам где-то принесёт свой результат. И, может быть, многие возьмут на заметку то, что услышали. А я с вами на сегодняшний день говорю до свидания и до новых встреч. Я благодарю Татьяну. Очень много позитива этого человека, поэтому мне всегда приятно её видеть, слышать, потому что вот она мне близка, как родственная душа. Посмотрите, какая клатна, такой цветочек яркий, да. И я благодарю всех, кто сегодня посмотрел наше видео. Я хочу вам пожелать, чтобы вы были счастливы, чтобы вы были успешны. Успех – это ваш выбор. Будьте счастливы в том, что вы о чём и мечтаете, да. Будьте успешны. Всего вам доброго. До новых встреч.